Привет! Меня зовут Маша, добро пожаловать на мой канал от скуки, посвященный вязанию и разному виду творчества. У меня впереди три выходных. Кстати, я в прошлый раз вообще забыла сказать, в каком все-таки магазине я работаю. Меня люди спрашивают, а ты вообще хоть куда устроилась? Я такая умная, показала здание, показала внутри, типа все все знают, все везде были. В общем, я устроилась на работу в магазин Dolce Filato. Это пока какие-то выводы я, честно говоря, сделать не могу. Нравится мне, не нравится. Потому что вот первые три дня это было мрак. Это было вообще не про мою работу. Это мне не нравилось. Мне не нравилось, что я делаю. Я знала, что я могу больше. Меня взяли на должность продавца. А по сути я занималась всякой ерундой, лишь бы не продавать. Мне кажется, это настолько дико. Ну, вот банальный пример, да. Я не спорю, в магазине должно быть чисто, аккуратно. Все бобинки должны стоять ровно, кончики заправлены. Но мы вязальщицы сумасшедшие. И нам нужно, вот мы увидели бобинку. У меня, например, всегда сразу реагирует мозг. Что я из этого вижу? Что я из этого хочу? Что я могу связать? И очень часто я, чтобы подтвердить свои какие-то пожелания, ищу фотографии на Пинтерест. Например, я говорю, я хочу базовый красный свитер. Я иду на Пинтерест и ищу что-то похожее, примерно чего бы я хотела. Эта картинка не 100% попадания ко мне в голову, но, по крайней мере, она может передать идею. И по мне, когда ты работаешь в магазине пряжи, гораздо важнее показать пряжу, показать, что с нее можно сделать. Показать какие-то красивые образцы, показать, какая у нее пластика, как она открывается, как она струится, как она ложится, какая она красивая, шелковистая. Нужно показывать пряжу, а не красивые бобинки с заправленными хвостиками или еще какую-нибудь ерунду. В общем, первые три дня это был мрак. Я еле-еле уговорила себя дать шанс, поработать еще. И, в принципе, правильно сделала. Потому что вчера я работала, да, вчера было воскресенье, и вчера было шикарно. Были и люди, я и с людьми общалась, и консультировалась, и приходила Надежда, мы с ней уже знакомы и по встречам. И до этого встречались, в общем, прекрасно пообщались, да, человек абсолютно нашего формата, любит разбираться в пряже. Она еще и кет, и придет, то есть она вообще прям супер-мега-универсал. Но она такой же фанат пряжи, как и я. И мы вот, Таня над нами смеялась, хозяйка магазина, я говорю, рыбак рыбака видит издалека, что тут уж поделаешь. Вот вчера я пришла с работы, хоть и уставшая, хоть у меня и гудели ноги, но я пришла с чувством удовлетворения, что моя работа мне приносит удовольствие. Если, в принципе, сейчас я втянусь в работу, да, и следующие дни будут протекать так же, то я думаю, во-первых, я буду давать гораздо лучше результаты, чем в первые дни. И плюс я захочу ходить на работу, потому что вчера, да, я в предвкушении того, что будет, когда этого было, я на работу ехать не хотела совсем. То есть воскресенье, утро, людей нету, да, все, кто едут в метро, какие-то полусонные. И ты едешь, зная, что ты сейчас будешь заниматься абсолютно ерундой, а не тем, зачем ты шел, как бы, в общем, ладно. Пока я выводы по работе не делаю, время покажет, посмотрим. И давай сразу расскажу, что это у меня лежит и зачем. Значит, это у меня лежат две бобинки льна. Магазин в Телеграм, он занимается совместными закупками, там девушка Елена. Я честно не знаю, как поделиться ссылкой в ее Телеграм. Я девочкам пыталась показать этот магазин. В общем, я сделаю скриншот, попробуй найди по названию как-нибудь. Я просто честно не знаю. Я бы с удовольствием помогла, но не могу. Поэтому попробую как-нибудь обойти. Я уже рассказывала про этот магазин, я у них покупала шелк с сольном Агата. Это, по-моему, от Филати Натурали, не буду врать, шнурочки, такой цвет гипса. И вот пришел, наконец-то, мой долгожданный лен Мессони. Это сток, бирки очень такие вот, ни на что не похожи, да, ни на Мессони, ни на сток. Он конус вообще у Рапиана. То есть это прям сток-сток. Могу предположить, что это кто-то выкупил сток Мессони лен, покрасил. И, в общем, я от него не жду чуда. Но что я могу сказать? Лен будет, должен, по крайней мере, быть мягеньким. Потому что сами волокна мега тоненькие. Они тоненькие, они сплетены в шнурочек. Вот этот изумрудный, он идет 310 метров на 100 грамм. И он сплетен в шнур в две ниточки. То есть вот в две ниточки льна, они вот в цепочку такую связаны. Он должен более или менее держать резинки, насколько я понимаю. Но даже он не будет их держать, они будут красиво читаться, я бы так сказала. И, надеюсь, не будет косить, потому что все-таки это лен. А второй цвет, здесь уже идет 400 метров на 100 грамм. И здесь приедена в шнурочек одна ниточка. Или тоже две, я что-то не пойму. Одна, две. Нет, здесь одна. Здесь одна ниточка спредена. В общем, я давно говорила, что я люблю шнурковый лен. Что он встречается достаточно редко. Если встречается, ну вот у меня было несколько позиций, по-моему, от мелифиля. Они были классные. Бобинки у меня были чуть побольше. Они чуть-чуть похудели. По одной важной причине я по половине поделилась с девчонками. Ну, плюс-минус половина. Поэтому они такие небольшие. Но у меня здесь все равно по 300 грамм на летние какие-то изделия. На футболке этого однозначно хватит. Даже вот этой у меня получается 310 метров. На 3 это 900 метров на футболку точно хватит. Девчонкам я тоже отмотала по 300 грамм. В общем, лен прикольный. Но я еще из него не вязала образцы. Поэтому пока можешь любоваться только в таком виде. Скорее всего, он будет ленять. Потому что лен очень плохо держит краску. Кто пытался хоть когда-нибудь покрасить растительные материалы, тот об этом знает. И у кого были яркие льняные вещи, тот тоже прекрасно знает, что лен краску отдает. Потому что он, как и шелк, берет ровно столько, сколько ему нужно. Ты можешь шелк залить самым концентрированным раствором. Держать 3 дня в этой краске. Но он возьмет ровно столько, сколько хочет. Поэтому это работает так. Значит, лен классный. Свяжу образцы, обязательно покажу. Но если честно, пока почему-то не тянется рука к вязанию образцов. Ну, я надеюсь, что мы это дело исправим. Также поехали дальше. Я здесь специально положила две крутилочки. И сейчас расскажу. Вот эта крутилочка от Woodchip Studio. Которую я покупала еще, наверное, в 2020 году или в 2019. В общем, не помню, давно. Она дорогая. Она стоила что-то в районе 3000. Она работает безупречно. Она разборная. Здесь можно выкрутить вот эту штуку. И в случае чего с собой куда-то везти. Очень увлекательное занятие. В общем, она разборная. Ее можно брать с собой. Но она весит почти 600 грамм. То есть у меня вот эта крутилочка. Она классная. Все. Здесь вот такие силиконовые точки, чтобы она не скользила. В ней специально сделана вот такая выемка под бобинки. Чтобы они не скользили. Но она тяжеловатая. Поэтому я на Озон нашла другую разборную тоже крутилку. Она мотается хуже, честно. Вот давай, если мы вот так даже проведем эксперимент. То есть она, во-первых, насколько шумнее. Во-вторых, насколько у нее хуже ход. Плюс она из прессованного дерева. И есть такой шанс, да, небольшой, что будет рассваиваться. Но зато она весит меньше 300 грамм. 296. Я только что взвешивала на своих кухонных весах. Она тоже разборная. Ее можно вот так разобрать. Я ее купила на Озоне. Она продавалась вот в такой маленькой коробочке. Так что я на нее оставлю ссылку. Если она еще, конечно, есть в наличии. И могу спокойно брать с собой на дачу. Куда-нибудь даже в путешествии. Она не займет много места. И можно спокойно вязать с бобинки. Эту идею я подсмотрела у Гульнары. Она, правда, не всегда гуляет с такой. Ой, а у нас тут вот она, оказывается, как выглядит. Это интересно, это так и должно быть? Или нет? А то я сейчас тут нарекламирую. В общем, я не знаю, как это. Так, ну это подшипники. Это я точно вижу. А вот зачем мне здесь солидол? Или что это? Я не знаю. Ладно. Вертаем в зад и собираем. Все, крутится нормально. В общем, как дорожный вариант, нормально. Так, я пойду солидол, вытру с пальцев. А то я сейчас все испачкаю. Так, ручки чистые. Можно продолжать дальше. Еще в прошлый раз, когда я снимала влог, я сняла, закончила. И уже в ночи, когда монтировала, поняла, что я же не снимала две недели. Я абсолютно забыла рассказать про один очень крутой подарок. Тамара. Я знаю, ты меня смотришь. Так что огромное спасибо. Прости, что я вообще вылетела из головы. Я уже, когда монтировала, поняла, что, блин. Поэтому следующее, что я очень хочу показать, это вот такой чудесный подарок от моей вязальной подруги Тамары. Мы с ней встречались, прекрасно побеседовали. Она такая же фанатка пряжи, как и я. У нее тоже любимый состав. Это як. Поэтому мы с ней на теме як осхлестнулись. И когда я выпустила свой ролик про мохеры, она написала мне, что у нее есть мохер от Шулана. И она очень хочет дать мне его на пробу. Я, естественно, согласилась. Думаю, ну как же мне. Я же специально здесь не закрывала образец, чтобы продолжить. И мы с Тамарой договаривались. Я так поняла из нашей беседы, что она из него много вязала и даст мне какие-то, грубо говоря, обрывки, чтобы я смогла довязать свой образец. Но Тамара подошла к этому делу с фанатизма. И да, у меня целых 7 мотков мохера Шулана. Он выглядит просто потрясающе. У него красивый графитовый цвет. Такой вот с остальным отблеском за счет шелка. И давай расскажу, что же здесь это за чудо-чудное, диво-дивное. 70% кид-мохер и 30% шелк. Я так... Мада и Нетали. Хотя мне казалось, что Шулана это вроде шведский бренд. Ну, возможно, производство в Италии, а бренд, по-моему, Швеция. Я не буду врать. Я, честно говоря, не помню. В общем, потрясающе красивый махер. Я надеюсь из него связать какую-нибудь классную... Ну, прям паутинки я не люблю, которые там дырявые на пятерках, шестерках. А вот что-нибудь на спицах 2-3. Вот, грубо говоря, получится что-то вроде такого формата. Будет классно. Вот это я, правда, вязала на 3,75 ровно. По ощущениям, эта пряжа ближе всего к ровно. Поэтому я этот образец и показываю. Но я в любом случае его довяжу. Это длинноворсый махер. Это не будет как ламана или как онион. Это будет что-то типа рован. Или вот ланагроса, что-нибудь такое. И, кстати, по поводу ланагроса. Мне моя Лена отдала остатки. Она вязала на свадьбу своей будущей невестке палантин. И у нее остался остаточек. Это у нас Silk Hair Lusa от Super Kid My Hair от ланагроса. И здесь у нас 78 махер, 14 шелк, 4 полиамид и 4 полиэстер. Но я так понимаю, полиамид и полиэстер это вот эти самые блестюшки. Он очень красиво, нежно поблескивает. Прям, мне кажется, даже можно будет попробовать что-то совместить. Посмотрим. В общем, Лена мне отдала немножечко своих остатков. Так что я совмещу свой образец, довяжу. Плюс у меня же еще лежит от Рован, от Ленга, то, что мне Маша подарила. И плюс мне еще остаточки привозила Люба. Так что у меня еще на целый шарф махеров. Я все равно все довяжу в один шарф. И потом уже проведу новые испытания. Расскажу, какие девочки выбрали позиции, какие им понравились. Остались они все-таки под впечатлением от Ломаны или у них появился новый лидер. Ну, об этом мы уже узнаем чуть-чуть позже. Поехали дальше. Я в прошлом влоге говорила, что мне невероятно повезло. И вот причина моего везения. это тот самый шелк шутан, который невероятно красивый. Ой, не шутан, а тусан. Да, стопроцентный шелк тусан, производитель Фэби Силк. Невероятно красивый, невероятно. Точно такой же цвет один в один. Я нашла на родном сайте Би Сигарн и это цвет 20. В московских магазинах, ну и в питерских я знаю только Хулеву продает шелк Би Сигарн и сижу-вяжу. Этого цвета нет, но на родном сайте сижу, ой, Би Сигарн он есть. Цвет номер 20. Невероятной красоты. Про цену я вообще молчу. Мне вот эта бобина на полкиограмма вышла на 3,5 тысячи. То есть это мне бы этих денег не хватило даже на две пасмы в магазине. на 100 грамм. Да, на 100. Здесь у меня 500. Потрясающая пряжа. Я с нее уже второй день вяжу образец. Ну, второй день, потому что я же еще и работаю. Я же не только бездельничаю. В общем, здесь это тоже я сейчас буду показывать. Вот. Значит, давай по порядку. Образец еще, ну, я думаю, ты догадалась. Раз он на спицах, значит, он еще не стиранный. Вот эта часть связана чисто из-за этого шелка. Здесь больше нет ничего. Здесь резиночка, она достаточно упругая, выглядит прикольно, но я бы не сказала, что это предел мечтаний. Лицевая гладь, косы, платочка, все выглядит достойно. Очень достойно. Она с такими лохмотьями классными, выглядит очень круто. Здесь я подмешала ниточку вот такого букле. Это у меня покупала в Дочи Филат, еще когда там не работала. Этого цвета уже нет. Этот цвет девочки на днях кидали был в Кутноре. Так что попробуй посмотреть там, возможно, еще не все разобрали. Это у нас это бурет Шапе, 100% шелк, метраж 1500 метров на 100 грамм лавандовый. А как он называется в Кутноре, понятия не имею. И вот в этом кусочке мне нравится в принципе все, но на мой взгляд немножечко рябит. Все-таки шелк очень сильно выбивается. Поэтому, скорее всего, вот этот вариант уходит на нет. Вот этот вариант это тот же самый шелк с этой букле, только уже цвет фиалковый тоже покупала в Дочи Филата. И по-моему, этот же цвет видела еще в магазине Кутнор. Вот. Кстати, бурета вязи нет. Я его забрала весь. Ну, девочки сказали, что вроде бы они в палетах еще видели. Если будет появляться, они, конечно же, будут выгружать на сайт, но на данную минуту его там нет. Значит, вот такой фиалковый очень мне понравился. Вот с ним сочетание супер. Вот прям идеальное полотно. И не перегружен, и легенький, и приятный. И вязать, кстати, очень легко. У меня даже было дикое желание, оторвать нитку и просто сесть сразу вязать себе майку какую-нибудь. Пока еще хотя бы намек на лето есть. Хотя за окном плюс 18 льет ливень. Но, согласись, выглядит это очень круто. следующее мне просто невероятно понравилось. Это у меня уже пошла одна ниточка шелка тусан такого в виде букле. И одна ниточка тусан, которую я покупала в магазине все связано в Петербурге. Здесь у меня естественно уже не 169 грамм, но при метраже 1800 мне на футболку однозначно хватит. Мне в принципе вот этой бобины хватит на футболке со всеми связать. И даже мне хватит связать одну целиком и еще куда-то добавить. Мне вот этот вариант очень понравился. Он яркий, сочный, крапушки эти хорошо видны, шелк великолепно переливается, вот прям безумно красиво. Даже вот не могу передать насколько мне нравится именно этот образец. Вот все в нем классно. Да, вот правда садись и вяжи. Вот даже не могу придумать, что мне здесь не нравится. Мне нравится абсолютно все. И последний кусочек я еще не успела вязать. Это у нас Беатрис. Потрясающая ниточка. Ее я показывала в прошлый раз, когда мы в пятницу были в магазине вяз. Надя сказала, что она нашла еще две бобинки, выставила на сайт. Но я сделала клич у себя в группе в Телеграм и их быстро очень забрали. То есть они там как появились, так и закончились. Но возможно в магазине вязь найдут еще. Так что периодически Беатрис, смотри, если появилась, я прям рекомендую. Потрясающая ниточка 70 Бэби Альпака 30 шелк 600 метров на 100 грамм. Если у меня образец в одну ниточку выглядел вот так, и ты видишь, безумно красивая резинка, резинка 2х2, это просто отвал башки, я прям захотела связать гольф какой-нибудь, ажуры, араны, все супер, но лицевая гладь косит. Даже кашемир тоненький ее не особо спас. Но здесь этой косины нет. Здесь все безупречно. Во-первых, серый цвет разбавился и стал таким уже не скучным, он стал ярким, но в то же время вполне носибельным. Мне кажется, на базовый свитер даже в офис можно носить. Правда, будут какие-нибудь персонажи, которые скажут, тебе что-то прицепилось, но кто любит вид, тому все равно на всякие эти высказывания. В общем, шелк я честно могу сказать, даже если бы я его купила по 2000 за 50 грамм, я бы не пожалела ни разу, потому что он этого стоит, он выглядит потрясающе, он мягкий, он пластичный, он вяжется достаточно легко, даже через петлю, несмотря на букляхи, он вяжется все равно достаточно легко. Вот здесь вот он у меня через петлю связан, выглядит классно. Но я еще успела урвать, к сожалению, всего 200 грамм, точнее как, я хотела, как всегда, обмануть всех, но обманула сама себя. Появилось все вязи вот такой цвет, я поставила в резерв 200 грамм, потому что я знала, что я поеду уже там через несколько дней, я думаю, сейчас всех отмотают, а я заберу остаток, потому что часто магазины пряжи, они ставят на количество, которое ты можешь выкупить, чуть-чуть меньше, чтобы не было никаких перебоев, чтобы всем хватило. И обычно последнее забираю чуть больше и уже на родном конусе. Но когда я приехала, мне сказали нет, или твои 200 грамм, или твои ничего, я сказала, тогда мои 200 грамм. В общем, я хотела обмануть всех, а обманула сама себя. Вот такая еще раз цветочка, ее я один в один на сайте Бесигарно вроде бы как нашла, но там чуть-чуть посветлее. Так что будет ли это выглядеть чуть-чуть посветлее или нет, или там фотопередача не такая, я не знаю. Но все равно цвет классный. Куда его не подмешай, будет потрясающе. Я хочу его попробовать подмешать. Во-первых, вот в такой шелк, который я купила, я не знаю, что с ним делать. Мне кажется, он его увеселит. Так, где у меня что-нибудь? Вот. То есть мне кажется, это будет прям здорово. он его немножечко так, давай сейчас чуть-чуть подмотаю. В общем, будет что-то вроде такого. Я свяжу образец, не переживай, пока, честно, не хочу вязать образец. Я вчера на работе отвела душу, навязалась образцов вдоволь. Значит, это первый вариант. Второй вариант. У меня есть вот такая крапива с шелком, которую я просто полюбила всем сердцем. Я ее сначала полюбила, потом она меня немножечко разочаровала, потом я поняла, что нет, я ее все-таки полюбила. И мне кажется, вот так сочетать тоже будет супер. Вот у меня эта крапива шелка в образце невероятной красоты. Мне кажется, если к ней добавить вот эти рустикальные такие крапушки, она будет еще более такая вот рустикальная, комфортная, я бы сказала, как бы по-уютному теплая, не в плане теплопередачи, а в плане восприятия. В общем, будет очень классно, мне кажется. И также в магазине Вязь появилась вот такая красота, это Кастур Бурета, Гриджел, Гриджел, не знаю, это тоже от фабрики Фибисил, ну, Филати Бурати, если кто-то не в курсе, полторы тысячи метров на сто грамм, это заявлено как бурет, бобинка грязная, да, я видела, это меня не обманули, не наказали, ничего, я ее нигде не валялась, она такая пришла, ну, и бог с ней, если не отстирается, мне все равно верхняя часть уйдет на образцы, так что я этого переживу, и этот бурет я взяла как раз таки потому, что, во-первых, их можно вот так между собой поженить, чуть-чуть утолстить, их можно вот так между собой поженить, чуть-чуть утолстить, и тоже будет отличный вариант, так что не обещаю, что в этом влоге, но ближайшие дни, недели, месяц, ладно, год, ладно, я постараюсь связать образец вот этот шелк тусан с вот этими тремя позициями, возможно, еще достану, я просто уже отвязала изделие шелк сольном и убрала, да, если я достану эту бобинку, то еще из нее добавлю, но этого у меня совсем чуть-чуть, поэтому не жди образец там на 3 километра с оранами, ажурами, это скорее всего будет небольшая полосочка там на 20 петель, да, чтобы понять, с какой пряжей она как сочетается, потому что у меня всего 200 грамм, ну что такое 3000 метров, это ж так, понюхать и забыть, вот, значит, эту красоту я тоже убираю, я тоже убираю, также я еще свяжу образец, не знаю когда, но свяжу, это от Лана Кардата, то, что я покупала, Джой, очень мягенький, ой, Джоли, Джоли, очень мягенький, очень классный, но я хочу связать образец сначала он в одну ниточку, и потом хочу добавить вот этот шелк шопе, который я покупала в магазине Лепо, или Лепо, нелепо, в общем, с этого магазина у меня вот такой красивующий шелк, и я хочу их между собой поженить, мне кажется, Джоли даст какую-то вот приземленность, да, скорее всего, даст немножечко меланжевый эффект, но, в принципе, это простительно, зато должен его собрать в кучу, он не будет так плыть, и должен вязаться намного-намного легче, также, я, наконец-то, отвязала, так, нет, за каяком я не поползу, он у меня стоит далеко, довязала и постирала образец из пряжи каяк, это пряжа, я уже рассказывала в прошлом влоге, я покупала в магазине пряжа ваша, и его же точно, я видела в магазине, все связано в Петербурге, пряжа невероятная, все девочки, кто у меня щупал, двум, по-моему, когда они прикасали к шее, сказали, что она покалывается, но на улице было жарко, и даже Саша Визамани, она сказала, что покалывается, она сказала, что это приятная колкость, что это никак, там, да, прям ходить невозможно, что она, как бы, я так понимаю, она ее просто чувствует на шее, да, то есть, это не то, что там прям приятный, невероятный котенок, мне она не колется совсем, для меня это прям, вот, пушка-бомб, очень нравится цвет, невероятной красоты пух, блин, ну, камера не передает, но пух прям волшебный, очень красивая пряжа, ни разу не пожалела, что ее купила, единственное, о чем жалею, что мало, потому что она очень красивая, прям вот очень красивая, я от нее в полном восторге, мне она прям вот видится, в каком-то классном, в таком кардигане, вот, красивый, да, вот еще одеть там, какие-нибудь там, красные брюки, белую маечку, и вот этот кардиган, это будет просто взрыв мозга, будет очень красиво, или горчичные брюки, и вот такой вот кардиган, тоже будет очень красиво, у меня, кстати, есть горчичка рядом, и красненький, вот смотри, такой кардиганчик, и у тебя там будут торчать, такие брючки, ну, мне кажется, это прям здорово, будет очень красиво, в сочетании, или второй вариант, красный низ какой-нибудь, и вот такой кардиган, тоже будет очень красиво, ну, даже если под классические джинсы, так, сейчас найдем что-нибудь, ну, пускай вот, джинс, тоже будет здорово, но вот именно с красным, и с горчицей, будет просто пушка, бомба, так что каяк, вот прям рекомендую, честное слово, следующая позиция, с которой я наконец-то домучила образец, постирала, и влюбилась до конца своих дней, хотела, честно, даже на стадии вязания образца, я хотела, да чем мне образец, я же закончила свою футболку из льна, кстати, я ее закончила, фотографию, скорее всего, в начале уже были, когда я ее постираю, и покажу уже поподробнее, это у нас потрясающая позиция, я думаю, ты видишь вот этот красивый, зеркальный блеск шелка, она тактильно не самая мягкая, не самая приятная, она обладает, сейчас я попробую показать, ворсом, да, ну крапива у нас вообще, в принципе, достаточно пушистик, видно, не видно, но она прям с ворсом, то есть у нее, вот я глазами прям вижу, хороший пушок, так на камере нет, но, это у нас, давай сразу напомню, пергамена, 1500 метров на 100 грамм, и как заявляет магазин пряжа ваша, да, потому что здесь я ничего не понимаю, по этой бирке, здесь описания состава нет, но, наверное, можно погуглить, найти, здесь у нас 45% шелк, 45% конопля, а, нет, 43, 43, и 14% хлопок, 1500 метров на 100 грамм, неточка супер, просто, вот здесь, кстати, наверное, будет лучше виден, пух, по бобинке, нет, все равно не виден, но я прям вижу хорошо глазами этот пух, не знаю, почему камера его не, вот сейчас вот хорошо видно, вот здесь вот с краешку, она прям вот с пухом, пух, естественно, растительный, он зимой тебя в стужу не согреет, но в плане демисезона, или в плане, вот какое у нас в этом году потрясающее лето, да, что там плюс 18 и дождь, это будет вещь на века, это будет комфортно, это будет мягко, приятно, то есть она очень пластичная, когда я связала, естественно, на принципе, как большинство растительных составов стояло когом, но два дня я походила с этим образцом, показала всем девочкам, и вот такой вот он очень классный, очень пластичный, струящийся, и это прям пушка бомба, невероятно хочу вязать, честно, блин, я не знаю, зачем я пошла на работу, я хочу вязать, я не хочу больше делать ничего, вот хочу сидеть и весь день вязать, у меня вот такие грандиозные планы на ближайшие три дня отдыха, но, естественно, это только мечты, потому что сегодня у моего любимого мужа день рождения, ему стукнуло 40, и завтра у моей любимой мамы день рождения, ей стукнуло 70, поэтому сегодня я с мужем отмечаю, соответственно, не хочется весь вечер с ним просидеть, провязать, ну, хотя, скорее всего, буду отдыхать, да, я же не буду сидеть рядом с ним и рассказывать ему что-нибудь, а завтра мы поедем к свекрови, будем ее поздравлять, будем кушать тортики, накрывать столы и всякое такое, поэтому завтра мне будет не до вязания, завтра буду маму поздравлять, вот, а после завтра, у меня три выходных, да, короче, надеюсь, мне удастся повязать, так, поехали дальше, чтобы я ничего не забыла, потому что у меня новинок много, и я могу что-то забыть, также я говорила, что в магазине все вязь, я заказала шелк, это прекрасная смоточка, иофил называется, иофил сета, здесь стопроцентный шелк, малбери смотка, 750 метров на 100 грамм, она тонюсенькая, она прям очень тонюсенькая, здесь раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь ниточек, то есть это прям тонюсенький, тонюсенький шелк, заводской смотки, в одну нить я его вязать не планировала изначально, и не планирую, я, конечно, сумасшедшая баба, но не до такой степени, нет, я ничего не имею против, я честно, я бы мечтала связать изделие в одну ниточку, без ничего, но у меня на это нет физически ни времени, ни сил, а так бы я бы с удовольствием, и ее я покупала в принципе в дуэт к вот этой, так что я хочу, во-первых, связать образец из вот этой парочки Twix, посмотреть, как они себя поведут, это Беатрис, да, и вот этот шелк, и также Беатрис у меня немножечко выбивается по цвету, да, она все-таки светлее, и второй компаньонт, это вот этот кашемерчик, который я покупала в магазине Моя Пряжа, в совместной закупке из Беларуси, здесь 1650 метров на 100 грамм, плюс 750 метров шелк, мне кажется, будет очень классный, демисезонный такой джемпер, шелк до стяжести, и кашемер его соберет в кучку, спрячет под собой пухом, чтобы он не обтрепывался, да, не кошелатился, чтобы меньше было зацепок, и мне кажется, это будет прекрасный дуэт. Также еще как вариант, из чего бы я тоже хотела, куда бы я тоже хотела подженить, это вот этот вот шулан, но когда я привезла домой, все-таки тона разные, здесь серый более теплый, здесь серый более холодный, и не факт, что они между собой подружатся, но посмотрим. Никто не мешает связать образец, правильно, образцы наши все. Так, дальше, поехали опять по новинкам, я уже, наверное, надоела, но прости, я за тобой честно скучала, я хочу прям много-много снимать, и всего, надеюсь, на работе все-таки получится мне побольше снимать, и поехали дальше. Мы были в магазине, сижу-вяжу, который теперь на Кузнецком мосту, и я думаю, ты знаешь, что у нас цены растут просто молниеносно. И когда я прошла, ну, я сразу как пришла, была встреча у девочек, Саши Визамания, плюс приезжала Аня Пау, да, мы прекрасно провели время, людей было очень много, я сначала пришла, сесть было вообще некуда, поэтому я пошла шарахаться в зал, и когда я подошла к стеллажу с носочкой, и Котон Бамбу, который я очень люблю, и в прошлом году покупала по 580 рублей, теперь он стоит 1200, мне стало немножечко нехорошо. Я решила, что я очень люблю Котон Бамбу, но пока я морально не готова, то есть не финансово, да, финансово я бы могла купить моточек, я бы это пережила как-нибудь, но морально я пока не готова, честно, я вот к этим ценам еще должна морально подготовиться. Но я очень давно хотела, уже года два смотрела на вот эту классную пасмочку, это у нас флис от West Yorkshire Spinners, это конкретно стопроцентная Vans Lady Decay, насколько я знаю, если я неправильно прочитала, бог мне судья, а не ты. Вот. Значит, это порода овец, она разработана в Британии, да, это вот селекционно выведенная порода, насколько я прочитала, я могу ошибаться, опять же, и опять же, я читала два года назад, когда я очень хотела эту пряжу, она была выведена для ковров, то есть ее шерсть стригут конкретно для ковров, потому что она прочная, она упругая, у нее такой вот эластичный ворс, чтобы ковер мог примяться и обратно восстановить, да, потому что, если ты, например, 30 раз наступишь на альпаку, она у тебя просто ляжет и сдуется, а это именно вот такая очень получается износостойкая, пластичная, эластичная шерсть, которая к тому же в шикарной четырехниточной скрутке, и я из нее хотела перчатки, в магазине сижу-вяжу, кстати, тоже из нее есть перчатки, и раньше она мне казалась невероятно дорогая, сейчас, когда я зашла, меренос, ланагроса, 50 грамм, 1000 рублей, или 100 грамм шикарной британской шерсти за 900 рублей, да надо брать, и я себе взяла пасму, причем, я, конечно, веселый человек, я сначала выбрала очень красивый, есть такой серый стальной цвет, я думаю, вот классно, я как раз с нее свяжу себе перчатки, и сниму ролик, потому что я уже очень давно хотела снять ролик именно по вязанию перчаток, я думаю, в принципе, пряжа есть в наличии, если кто-то не захочет, она плюс-минус по тонкости, да, она хоть и 220 метров на 100 грамм, но если ее вот так взять, она не сильно отличается от какой-нибудь носочки, так что я думаю, в принципе, кто захочет, может спокойно вязать там с Ализе Супер Вош, вообще не проблема, но, как я этот цвет буду снимать в мастер-классе, ты же не увидишь ничего, поэтому эти перчатки у меня пока становятся на паузу, я скорее всего их свяжу попозже, и есть у меня такая идея связать их вообще своей маме, я ей в прошлом году вязала шапку с люрексом из двухсторонней норки Бини, так, давай так, чтобы мы не путали, мама у меня будет, мама, которая родная, которая живет в Ростове, а мама, которая свекровь, то я ее буду называть свекровь, чтобы просто не было путаницы, в общем, в свекрови я вязала шапку Бини с люрексом, ей она очень понравилась, она сказала, она у нее любимая, у нее вот эта шапка была такого вишневого бородового цвета, и я думаю, просто ей вдое довяжу вот такие перчатки, скорее всего, они ей понравятся, но я, по крайней мере, на это надеюсь, я ей уже вязала перчатки стопроцентного яка от Сарлак, но, к сожалению, она, я так поняла, в них не ходит, потому что ей их просто жалко, а это будет выглядеть более простецки, я, естественно, не скажу, сколько они стоят, чтобы не травмировать душу, я ей свяжу, скажу, вот это ходовые, носите, сумки взяли, и пофиг, протрутся новые, свяжу, чтобы она по этому поводу не переживала, так что вот, это у меня на перчатке, но, к сожалению, ты их уже увидишь готовые, и также на фоне всей носочки сейчас очень хорошо по цене выходит Эдельвейс, на всякий случай, напоминаю, что это у нас носочка от крёмки, и она без обработки супер-вош, то есть, во-первых, здесь полиамид сделан из ресайкл-бутылок, то есть переработанные бутылки, и плюс она без супер-вош, то есть, если ты носки любишь вязать вместе с носками обычными ХБ в машине на 40 градусов и обычном режиме, не надо, вот с вот этой пряжей так не надо, она этого просто не переживет, ну, я думаю, на режиме шерсть спокойно можно постирать, ничего с ней не будет, но я ещё не стирала, это я просто догадываюсь, что на режиме шерсть при минимальном количестве средства с ней ничего не случится, в общем, я почему выбрала такой цвет, ну, во-первых, он красивый, во-вторых, он прекрасно сочетается с вот этим, который я брала до этого, и если у меня останутся остатки, их можно будет между собой классно поженить, и плюс, мне кажется, можно, например, связать из неё перчатки, потому что перчаткам супервош не особо-то нужен, да, мы их хоть и стираем, но с перчатками, мне кажется, проще, ты пришёл с работы, под краном их постирал, положил где-нибудь недалеко от батареи, да, не на саму, хотя я, я, честно говоря, и на самой батареи сушу, утром достал, одел и пошёл, но мне интересно, будет износа стойкостью, в общем, взялаете эту носочку, во-первых, как дуэт, к вот этому моточку, и плюс, как вариант, если что, связать перчаточки, но посмотрим, кстати, магазин Сижу, увяжу, пригласил меня провести какую-нибудь встречу, да, какую-нибудь тематическую, говорит, вот у нас здесь есть большая комната, большое помещение, вы приходите, носки вяжите, что хотите, да, ну давайте соберёмся, пообщаемся, я, конечно же, согласилась, ну блин, когда предоставляют бесплатную территорию, где можно просто посидеть, повязать, поболтать, мне кажется, это очень круто, а учитывая, что у нас скоро осень, и по улице особо не нашарахаешься, то это будет прямо классно, так что напиши в комментариях, если ты из Москвы, интересно тебе такая встреча или нет, или вообще есть смысл заморачиваться или нет, я бы на самом деле, так как сижу, вяжу потрясающая коллекция носочка, у них от Борго де Пази Бичи, очень классная носочка, она, кстати, тоже не поднялась пока по цене, она что-то в районе 600 с чем-то рублей, то есть ещё по-божески, ещё не Лана Гросса, вот, поэтому можно повязать носочки, да, какие-то техники, возможно, тебе были интересны, может я что-то смогу показать, девчонки что-то с удовольствием покажут, потому что вязальщицы, они, как правило, достаточно щедрые на поумничать, и что-то рассказать, показать, это нас мёдом не корми, это только, только дай слово, пожалеешь, что не остановила вовремя, в общем, Эдельвейс мне нравится, тактильно нравится, цвета у них очень вкусные, взяла, пускай будет, есть не просит, всё, по новинкам я закончила, теперь давай по процессам, как-то видишь, здесь только носки, да, я хочу закончить хотя бы пару пар, значит, давай по порядку, вот эти носочки, у меня из пряжи рован, которая мне безумно нравится, я, кстати, в субботу была, я как раз таки их вязала, дала Саше вязомания пощупать, кстати, она уже скатывается, так что имей ввиду, что первый раз она однозначно закатается, что она очень классная, она сказала, да, интересно, я такую там, типа не вязала, не щупала, говорю, а тебе она ничего не напоминает, она говорит, да что-то я не пойму, я говорю, мне она тактильно очень сильно напоминает ломану кома, она такая, о, точно, то есть, мне радует, что я не первая, кто это заметил, и что я не сошла с ума, она реально тактильно похожа на ломану кома, носочки эти вяжутся, они бы уже были 10 раз довязаны и забыты, если бы я, как умная девочка, сразу перемотала моток, а не пыталась связать из центра, изнаружи, и не выдернула в очередной раз вот такое счастье, а не упала, это безумно, ну, я не знаю, ну, как бы сказать раздражаю, раздражала это грубо, да, но она мне постоянно пыталась это как-то размотать, я говорю, меня это вообще не парит, я говорю, я гуляю, меня девочки разматывают, потому что это их тоже бесит, как и меня, я говорю, меня не бесит, меня устраивает, в общем, если бы я эти носочки не выдернула из центра, я бы их уже закончила 10 раз, но я вчера вот перед сном уже провязала 2 ряда резинки, провяжу еще буквально вот сантиметра 3-4 резиночки, буду закрывать, мне кажется, отличная длина, больше не нужно, ну, вот если мы даже по классике их сложим пополам, да, у меня, ну, вот, грубо говоря, как раз на уровне носочков будет заканчиваться, так что эти носки я хочу закончить, прям вот, очень хочу, также я в прошлом влоге абсолютно забыла показать, что у нас же по рендам сокс выпал жаккард, и первые носки, которые я взялась, чтобы вязать жаккард, это был шопель, который я купила, и носочка из магазина Dolce Filata, которая ровница, она уже закончилась, этот цвет осталось только фиолетово-фуксинно-рыжая, очень красивая, но ее еще большая бобина, я себе ее тоже отмотаю, тоже я ее себе куплю, но попозже, пока она есть, я спокойна, и у нас, кстати, в Dolce Filata есть ярко-красная носочка с крапивой, и у нее получается ярко-красный цвет, и вот эти белые лохмотья крапивы, мне она так нравится, но ее, слава богу, еще не открыли в продажу, ну, хотя, не знаю, может, сейчас пока мне не будут ее и откроют, но пока она есть, то есть ее можно купить только физически, придя в магазин, или хотя бы написав девочкам куда-нибудь, что добавьте мне эту позицию, там, я вот у вас видела, я у вас слышала, в общем, она есть, она классная, она крутая, но пока ее на сайте не было, по крайней мере, вчера точно не было, и она тоже пока есть, в общем, я еще хочу себе вот такую ровницу, фиолетово-малиново-оранжевую, и хочу вот эту ярко-красную с крапивой, обязательно куплю, однозначно, вот, давай по этим носкам, в общем, я когда нам выпал жаккард, я прям загорелась, вязать носки в клетку, я прикреплю где-нибудь фото, именно вот в таком сочетании, но у меня настолько не прокачан скилл жаккарда, что цвета вообще не читаются, у меня это прям путаница, у меня это некрасиво, я отвязала вот это вот все счастье часа за 4, я поняла, что я носки не свяжу, никогда, я остановилась, думаю, все, и начала тогда вязать вот эти носочки, вот эти носки я показываю, потому что я очень хочу их закончить, правда, я прям, я не буду начинать, у нас, кстати, на этой неделе выпал хеликс, так что я вот эти две бобинки размотаю, соберу, и начну вязать хеликс, в том же самом сочетании, и скорее всего, один носок будет у меня черный, с цветным хеликсом, а второй, скорее всего, будет с цветной пяткой, хеликсом, и с черным, в общем, я буду их как бы делать, как это называется, в негативе, да, то есть, они будут меняться местами, в общем, эту носочку, эти носочки я тоже хочу закончить, мне здесь еще буквально сантиметра три, для того, чтобы вывязать убавки по прибавкам, убавки по прибавкам, по моей пяточке от скуки, в общем, осталось убрать вот эти вот прибавочки, и тогда я уже возьмусь за хеликс, потому что я честно, я знаю себя, вот я себя знаю, если я сейчас возьмусь за вот эти, то тогда хеликс будет мною позаброшен, единственное, о чем я думаю, я сейчас на работу, так как у меня это два матка, и тут такая стадия, что нужно сидеть и внимательно вязать, это не хотела вчера распускать, а, ну, вчера бы я не распустила, я уже была на работе, когда кинули кости, в общем, возможно, я размотаю вот это, буду вязать по дороге, на работу с работы, а пока я вчера вот вязала, это у меня лана гроза сета, тюльпанчики, очень красивый узор, ну, так они не тюльпанчики, так они какие-то лепесточки, получается, если смотреть с вот этой стороны, то такие очень симпатичные тюльпанчики, но так как нога будет вот так, да, во время ношения, то я их называю тюльпанами, в общем, узор простой, на 8 рядов, на всякий случай, так как я вяжу в транспорте, чтобы меня никто не отвлек, люди в транспорте очень видят, любят, когда ты сидишь, вяжешь, или там по дороге идешь, вяжешь, спросить дорогу, они просто, наверное, не знают, что вязальщица, особенно если не вяжет лицевую гладь, она всегда в мозгу что-то считает, да, петли лицевые, изнаночные, коротые, и очень любят спрашивать, и я на всякий случай повесила, щетчик рядов на петле, чтобы хотя бы, если спросят, не потеряться, знать в каком месте я нахожусь, в общем, пока я вязала вот эти носочки, не знаю, возьму я с собой на юбилей свекрови, или что-то из вот этих носков, или возьму плечевое, пока не могу, прям на сто процентов сказать, потому что я очень хочу, во-первых, закончить паутинку с люрексом, там осталось довязать рукава, по идее, если я завтра приеду вечером к свекрови, я не всегда, не сразу ложусь спать, то есть я смогу часа два-полтора повязать перед сном, и возможно с утра, когда встанем, да, там я тоже смогу часочек два повязать, и очень хочу довязать шопель, он мне прям душу греет, я хочу вот прям взяться за него и вязать, почему-то вообще меня не тянет к моему бассейну, потому что, наверное, холодно на улице, и вообще не тянет к шелковому букле, потому что оно ужасно путается, оно меня бесит, вот, но я еще прям горю, не могу остановиться, до сих пор даже не довязала образец, это у меня вот эта красота из магазина Вязь, ее еще даже не выставили на сайт, ее еще на сайте нет, я у девочек выпросила, вымолила, выскулила эту бобинку, потому что это безумно красиво, я уже кидала, что это невероятно красивое закатное небо, я вчера, кстати, вышла из метро, и было примерно так же, и я прям влюблена в эту пряжу, очень хочу из нее повязать, здесь в 180 метров на 100 грамм, здесь хлопок набитый чем-то вкусным, да, типа а-ля альпаки, меринос, мне кажется мериносик, что-то такое мягенькое, и может быть немного бэби альпаки, что-то такое, я честно, я даже состав до сих пор не знаю, я влюбилась в нее визуально, я конечно обалдею, если это окажется полиамидный шнурок, набитый эластаном, или еще чем-нибудь, потому что я честно состав не видела, но тактильная, она классная, ну, значит, не весь акрил одинаково противный, будем делать такие выводы, она классная, я не распускаю пока образец, потому что я хочу посчитать, и очень хочу начать, или большой объемный свитер из этой ниточки, или какой-нибудь кардиган, но у меня кардиган шопель планируется, у меня на кардиган лежит еще, в прошлом году мне Карина дарила такой зеленый, отборга депозитом, шерсть обмонтана ниточкой коноплей, очень классная ниточка, вот лежит еще, короче, я с одной стороны хочу кардиган, а с другой стороны хочу большой, теплый, уютный базовый свитер, поэтому я пока не распускаю, возможно, если у меня все-таки будет какой-нибудь, даже не знаю, как это передать, в общем, всплеск каких-то, эмоциональных переживаний, то я просто сяду и начну, ну не то, что я психопат, да, и кидаюсь, а у меня бывает такое, что я сижу, думая, думая, потом просто беру вот свой текущий процесс, закончила я ряд, не закончила, пофиг, беру так, иди сюда, и начинаю новый, просто, у меня это срабатывает моментально, потом я села, отвязала растолку, там уже чего-нибудь там начинается вырисовываться, я такая, о, класс, все, у меня все получилось, завтра начинаю гладить, а, ну да, я здесь 3 петли не довязала, да, и довяжу, и сажусь, давай довязывать, то есть у меня это работает моментально, поэтому, если меня вдруг перемкнет, и я все-таки начну вот этот процесс, то я его так хочу начать, я прям безумно хочу, единственное, я еще что думаю, я хочу провязать, несколько лицевой гладью рядов, и синие фрагменты, именно синие, а может быть и синие, оранжевые, но скорее всего, только синие фрагменты, буду провязывать изнаночными петлями, хочу, чтобы появились такие, вот как облачка небольшие, на вот этом, безумно красивом полотне, мне кажется, должно получиться супер, в общем, я горю этой пряжей, прям безумно, хочу из нее чего-нибудь повязать, она мне очень нравится, здесь у меня, кстати, спицы Чиагу, да, конечно, чтобы посмотреть номер, надо обязательно спицу открутить, по-другому не видать, 5 миллиметров, вот, то есть, в принципе, на 5 миллиметрах, я по-хорошему, за выходные, даже могу и связать, 3 дня выходных, не, не свяжу, но хотя бы помечтаю, чуть совсем не забыла поблагодарить, прекрасную дарильщицу, к сожалению, милая, ты так быстро убежала, что я даже не услышала, как тебя зовут, пожалуйста, напиши в комментарии, что это была ты, я тебе отвечу, с благодарностью, потому что, подбежала девушка, такая, Маша, я его смотрю, это вам вот, для ваших творческих, продвижений, да, и подарила, во-первых, два прекрасных кремушка, для рук, это очень нужная вещь, особенно, боже, скоро осень, все руки будут очень пошелушены, и вот эти невероятные камни, мне, во-первых, очень интересно, что это за камни, если вдруг знаешь, напиши, потому что они красивые, и они такие, звонкие, мне кажется, с них маркеры, будут прям просто потрясающие, у меня как раз таки, скоро будут делаться маркеры, и лисички, и вот мне кажется, на лисичка, они подойдут просто шикарно, потрясающие камушки, но я, к сожалению, не знаю, кто это такие, может быть, это сердолики, может быть, это какие-нибудь там, цитрины, я честно не знаю, что это за камушки, поэтому, мне очень интересно, потому что я, камушки, если я делаю из натурального камня, я знаю точно, что это, если это я покупала, или мне подарили и подписали, то я пишу, что за камень, потому что многие, я знаю, выбирают себе маркеры по гороскопу, например, кому-то нравятся маркеры для творческих успехов, кому-то для спокойствия, кому-то там для здоровья, в общем, влияние камней на тело человека, я не знаю, это миф или реальность, но этим занимаются самого-самого-самого-самого, там несколько тысяч лет назад, до нашей эры, шаманы же не просто так ходили, там какие-нибудь камушки собирали, так что, наверное, что-то в этом однозначно есть, так что, дарительница, пожалуйста, откликнись в комментариях, я очень хочу тебя поблагодарить, и хотя бы узнать твое имя, а то ты как золушка убежала, а туфелька осталась, все, теперь только точно все, пока, а у меня распаковка, ни за что не догадаюсь, что здесь, ну, от кого, это понятно, тут уж бабки не ходи, это мой любимый сарлак, но что здесь, сейчас покажу, тадам, у моей мамы, в этом году юбилей, куда мы, собственно говоря, собираемся, а так как я нерадивая невестка, и у меня за 4 года, как я и обещаю, да, совместного брака у нас больше, но за то время, пока я обещаю связать кардиган, я так и ничего и не связала, я решила, что я и куплю, естественно, куплю самое лучшее, давай я быстро распечатаю, покажу, что это за красота, это верблюжий, из 100% верблюда, кардиган, он достаточно длинный, он достаточно широкий, я на всякий случай взяла рулеточку, давай посмотрим, сколько он в ширину, вот так вот он в ширину, 58 сантиметров, получается 116, ну то есть это в принципе не оверсайз, это нормально по фигуре, но учитывая, что верблюд еще немножечко подтягивается, это будет прям шикарно, мне кажется, она должна быть очень довольна, потому что все-таки вещь качественная, хорошая, исполнение очень аккуратненькое, шерсть потрясающая, это еще скорее всего, просто обработано паром, после вязания, но скорее всего еще не по стира, а я больше чем уверена, что после стирки, он еще выдаст пушок, и это будет просто бомбисимо, фирменная бирочка, МК Кашемир, здесь ниточка верблюжонка, запасная пуговичка, я взяла 54 размер, в принципе, на мой взгляд, немножечко маломерит, ну или это можно даже скорее считать, по фигуре, но я уверена, что ей понравится, обязательно отчитаюсь, когда буду приезжать в гости, если она будет в нем ходить, хотя у нас сейчас такое лето, что она в нем будет ходить, буду показывать, как он меняется, не меняется, пушится, кошелатится, что с ним происходит, но тактильно, прям мяу-мяу-мяу-мяу, очень классный кардиганчик, ну и еще Александр положил бутылочку вот такого средства для мытья посуды, в нем же можно и стирать, по идее, все эти изделия, оно без запаха, и насколько я понимаю, экологически чистое, так что это тоже поедет к маме, потому что у меня две бутылочки есть, здесь открылась открыточка с козленочком, ну вот насчет открыточки, я не уверена, что она поедет к маме, и тенге, вот, такая красота, поедет к маме жить, на день рождения, мне кажется, она будет довольна, ну и плюс тут карманы есть, что тоже немаловажно, мне кажется, для людей в возрасте, карманы, это прям самая необходимая вещь, ну по крайней мере, когда выбежит из дома, там за хлебом, или куда-нибудь взять с собой ключи, кошелек, карманов этих будет достаточно, хотя я не уверена, что они рассчитаны на то, чтобы в них много вкладывать, а скорее всего они потянутся, собственно говоря, это все, на этом пока буду прощаться, и буду держать в курсе новых вязальных дел, все, пока, и снова здравствуйте, закончила я свой образец, он длинный, и он очень красивый, значит, про вот эти все я рассказывала, что это у меня, где это, вчера вечером еще хотела добавить, вот эту альпаку, я про нее уже рассказывала, это в магазине Dolce Filata, хотела сказать новинка, но это новинка была месяц назад, но еще в наличии есть, не этот цвет, другие цвета точно есть, это просто фантастика, это идол, отла, нефицио до олива, наверное, так читается, я, честно говоря, не знаю, как это читается, кто умный, тот сам прочитает, а кто такой, как я, тому пофиг, вот, 62% Royal, Baby, альпака, 38% шоу, и здесь метраж, 2100, это у меня цвет васильковый, такого нету, точно остался очень красивый, нежно-желтый, но его еще пока много, я его еще не успела утащить домой, и там очень красивый красненький есть, там, в общем, зайди на сайт Dolce Filata, и посмотри, какой идол тебе нравится, потому что пряжа реально классная, в подмод, вот смотри, у меня вот это, идол, да, 2100, и туса, 1500, и полотно, прям классное, вот, как альтернатива, какой-нибудь там махеровой кофточки, тепленькая, нежная, просто супер, и выглядит просто потрясающе, пух, достаточно богатый, густой, то есть она не выглядит ни плешивой, ни облезлой, ничего, то есть выглядит очень классно, мне прям очень нравится, вот, и как видишь по образцу, вот эта часть у меня чисто из тусан, она великолепна, здесь у меня вообще никаких претензий, ни вопросов нет, это у меня с сета букле, здесь мне не нравится рябь, здесь все идеально, вот это мне прям очень нравится, я думаю, даже вот в таком формате, можно себе спокойно что-то брать и вязать, оно будет, мне кажется, более легкое, чем вот это, ну, и оно, во-первых, по метражу будет намного легче, но я и в плане тактильности, оно будет больше продуваться, хотя на просвет, они примерно одинаковы, очень понравилась вот эта часть с тусой, она сияет просто невероятно красиво, прям мне очень нравится, вот эта часть завалилась, альпака ее победила, тусу, и видишь, как полотно ушло, то есть альпаку, конечно, придется вязать или резиночкой, или как-нибудь, она прям заваливается, но само сочетание мне нравится очень, то есть, такой графит превратился в достаточно веселенький, я бы сказала, то есть в плане украшательства, вместо каких-нибудь там полиамидных шишибриков, мне кажется, классная альтернатива придать, даже берешь какой-нибудь хороший джелонг, к нему подмешиваешь ниточку такого шелка, и у тебя великолепный твит, и вот это, конечно, моя любовь, мне очень понравилась с альпакой, красиво выглядит, будет идеально на теле, потому что колкости нет совсем, такая красота, мне прям очень нравится, я в полном восторге от этой тусы, хочу еще, 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 еще много, причем я поняла, что я хочу именно в таком метраже, то есть, с одной стороны, было бы прикольно, наверное, и в пасмочке взять, да, там 500 метров на 100 грамм, то есть, ты взял и сразу там на троечке ваяешь, ну, грубо говоря, вот такое вот полотно, но полутора тысячной, намного больше вариаций, то есть, ее можно смешать с чем угодно, она, вот я говорю, реально, мне вот прям не нравится, и тут даже я бы не сказала, что это фу-фу-фу, я точно так вязать не буду, это вот эта часть, она слишком сильно рябит, остальные все части мне нравятся, 100% туса, супер, здесь рябит, здесь идеально, здесь мне очень нравится, альпака была бы классной, если бы она не завалилась, и вот здесь с альпакой просто безупречно, так что, надо брать, если в язе появится еще, возьму однозначно, сколько она там будет появляться, столько буду пытаться ее и урвать, потому что это прям сокровище, вот, еще и вчера я начала новое изделие, но я его не покажу, а покажу его в следующем влоге, если не распущу, я поэтому и не хочу показывать, пока мне нравится, но есть сомнения, а вдруг я сейчас его покажу, и тут же сяду и распущу, не хочу, поэтому, я с тобой прощаюсь, желаю тебе прекрасной, спокойной рабочей недели, чтобы пришли поскорее выходные, москвичей, приглашаю в субботу прийти в магазин Дольче Филата, потому что я там буду работать, вроде бы, как мы думали, устроить, типа, носочную встречу, сидеть, вязать носки, ну, возможно, и не носки, а что-нибудь другое, в общем, следи за публикациями в Дольче Филата, как только они объявят, что в субботу собираемся, и какая-то будет тема, значит, приходи по теме, если нет никакой темы, значит, просто бери свое вязание, и приходи ко мне в гости, вот, все, пока. Суббота. 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 Суббота.